Накануне памятной даты мы решили поближе познакомиться с первопроходцами. Герои нашего сюжета свои путевки на Целину получили не без труда. Достойных выбирали открытым голосованием на комсомольских собраниях. Трудились они на Целине в Казахстане. И по признаниям самих ветеранов труда, этот период в их жизни был самым ярким. Студент Валериан Дубинин в 1957 году работал комбайнером в Павлодарской области. Он и его помощники скосили, собрали и обмолотили хлеб с площади полторы тысячи гектаров двумя комбайнами. Пшеница, вспоминает ветеран, была в тот год отменной ни одной соринки. В стране тогда царил высокий патриотический дух, и именно Целина, считает Валериан Харитонович, помогла ему повзрослеть, укрепить свою волю и сформировать характер. Он считает, что отряды добровольцев творили чудеса. Освоить 42 с лишним гектара целиных земель было непросто. Остались в его воспоминаниях и горькие страницы. А то, что остались в памяти, это были бунты хлеба. Весь хлеб, который мы обмолачивали, свозили на ток в каждом отделении. На току никаких амбаров, крытых складов, навесов. Ничего не было, все под открытым небом. Когда вернулись в Казань уже после завершения уборки, правда, сказать надо честно, что не все хлеба, которые были на корне, были скошены, обмолочены. Ибо в конце сентября, в начале октября погода быстро испортилась, дожди пошли, потом даже снега пошли. И с этим у нас был отпечаток, остался такой, что жалко, не все могли мы убрать. Практически в голых целиных степях комсомольцы создавали новые поселки и города. Для Читы Симаковых одна из строек оказалась судьбоносной. Мы вчера жили в палатках, это как обычно, куда чистое поле. Ничего нету в палатках, женщины в одни палатки, мужчины в другие. Вот потом во время работы все равно рядом находим друг к другу. Так и познакомились, познакомились. И уже люди стали свадьбы играть делать. Мы давай тоже поговорили, время пришло. Вот так там свадьбы сыграли и продолжали работать. Работа была нелегкая и у мужчин, и у женщин. Особенно трудно было в первый год, вспоминают супруги. Не хватало строительных материалов и ездили за 25 километров на рудник за булыжниками. Не хватало воды, да и путь к ней был тоже не близкий. Вот там колодец был, из этого колодца для совхоза воду возили, питьевую воду. Это тяжелая работа. Машины подъезжаешь, на машине в кузове две бочки такие были. Не знаю, видишь, сколько идет. 50, наверное, каждой бочку. Вот поставили, стоишь между ними. Одна подает, оттуда достает, из колодца, другая выливаешь. Так в очереди наполняли вот эти бочки и привозили совхоз. Таким образом возили, обеспечивали питьевой водой. Сейчас, спустя 60 лет после этих событий, у Николая Кондратьевича и Марии Васильевны Симаковых одна шкатулка для наград на двоих и небольшая стопка черно-белых, теперь уже семейных фотографий, на которых сохранились памятные моменты тех четырех лет, что они прожили, поднимая целину. Вот это совхоз, который мы строили за лето. Соревновались тоже на лыжах зимой. Вот футбольная команда была, мы ездили с ними. Вот наша свадьба была, и старшая дочь у нас там родилась. Солена объединила тогда более полутора миллионов молодых людей по всему Советскому Союзу. Трудовой подвиг участников этой грандиозной кампании отметили государственными наградами. Прошли годы, но для многих из них эти награды по-прежнему самые дорогие. Оксана Замятина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Антон Вовк. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова